Пеленальный коврик своими руками пошагово. Пеленальный коврик служит мягким и уютным местечком, на котором малыша находится во время переодевания и смены подгузников. Коврик с бортиками защищает от падения, а приятная на ощупь ткань позволит малышу получать нежные ощущения от прикасания к нему. Коврик для пеленания, пошитый своими руками, должен выполнять те же функции. Но от покупного варианта он отличается следующим. Возможности самостоятельно подобрать материал или расцветку вы можете сделать коврик комбинированным из текстуры и цветов, который вам больше понравится подогнать размер коврика в соответствии с величиной вашего пеленального столика или коммода. Это особенно актуально для тех, у кого столик имеет нестандартные размеры, вы самостоятельно выбираете удобную для вас форму пеленального коврика, широкий или узкий, квадратный или даже овальный. Есть возможность подобрать качественный наполнитель. Готовый коврик будет полностью гипоаллергенным и опасным для здоровья. Ваши крохи, узкие рюши или тесьма, пришитые по краям бортика, будет служить прекрасным украшением коврика, радуя маму. Но все дополнительные элементы должны быть безопасными и надежно пришитыми. Пошитого своими руками коврика вы уж точно не увидите у кого-то другого, ведь эта вещь будет эксклюзивной. При изготовлении пеленального коврика самостоятельно вы сможете сэкономить. Ведь предлагаемые покупателям коврики в специализированных магазинах стоят раза в три дороже. Но вот в качестве покупного коврика не всегда можно быть уверенным. А уж на что потратить сэкономленную сумму, решайте сами. Коврик можно разложить на пеленальном столике или хранить в сложенном виде на столе. Такое изделие можно свернуть и поместить в сумку при необходимости, какие существуют рекомендации относительно собственноручного. Изготовление пеленального коврика. Пошить коврик можно из старенького синтепонного одеяла. Начните изготовление изделия из раскрая деталей необходимых размеров. Подшить детали, чтобы их можно было использовать по назначению чехол для пеленального коврика. Должен иметь застежку на молнии. Это облегчит вам задачу при стирке изделия. По мере загрязнения вы легко снимете чехол, постираете его и коврик снова будет чистым. Предварительно постирайте ткань и тогда при пошиве она не сядет. На внешней стороне коврика не должно быть швов. Это касается как внутренних, так и наружных швов. Для пошива коврика необходим целый кусок материи. Поскольку у малыша очень чувствительная кожа, то даже маленький незаметный шов может вызвать раздражение, натерев кожу синтетические. Материалы для пошива пеленального коврика не используются. Они содержат химические вещества, способные вызвать аллергию новорожденного при пошиве коврика. Сделайте ставку не на яркости ткани, а на удобстве изделия и его безопасности. Что же понадобится для пошива коврика? Подготовьте следующие материалы для пошива пеленального коврика. Материал для обшивки коврика выбранный вами наполнитель. Это может быть синтепон поролон. Вата для этого не подходит, ведь коврик будет часто подвергаться стирке, а вата внутри собьется в комки линейка сантиметр. Им вы будете измерять детали, мелок или заостренный кусочек мыла для нанесения необходимых отметок острые ножницы. Они должны легко справляться с разрезанием даже плотной ткани и набивки нитки, подобранной под расцветку тканей разной швейной булавки, которыми вы будете фиксировать края ткани и, конечно же, при пошиве коврика не обойтись без исправной швейной машинки. Перед тем, как приступать к пошиву коврика, обязательно пройдитесь машинным маслом по всем нужным деталям после того, как коврик будет готов вам захочется украсить его. Приготовьте элементы декора заблаговременно, рюши для бортиков или широкие ленты разных цветов, небольшие игрушки, бантики больших и маленьких размеров, которые можно прикрепить к краям бортиков. Ткань готового изделия нужно будет пропарить и разгладить швы. Процесс изготовления коврика, определившись с размерами и цветом коврика, начинаем рукодельничать. Приготовьтесь потратить силы и время на одну из необходимых вам и вашему малышу вещей, которые потом будут радовать вас размеры материалов, которые вам нужно будет раскроить. Полтора метра для основной ткани на лицевую сторону, два метра ткани на подкладку. Полтора метра набивочного материала толщиной 4 сантиметра или немного больше стадии изготовления коврика основы коврика. Подготовьте основное полотно, положите два отреза материи подкладки. Размеры сторон этих двух кусков подкладки 65 на 75 сантиметров. Положите между отрезами подкладки набивочный материал, например поролон, и прострочите нечасто. Главное, чтобы поролон держался между отрезами подкладки сверху, положите основную ткань. Ее размер должен быть таким же, как и отрезы подкладок. Все слои приготовленной заготовки обметайте оверлуком, закрепляя края. Ну вот основа коврика готова. Бортики займемся бортиками. Они должны быть мягкими, чтобы защищать кроху от ударов стороны основы, которым будут крепиться бортики. Следует измерить и прибавить к полученным размерам пару сантиметров для швов. Возьмите по две полоски подкладочной ткани и соедините их прошив вместе. Поместите набивочный материал по всей длине заготовки и несколько раз прострочите. При соединении деталей отступите на 8 сантиметров. Прошейте все слои и обошейте края полосы. Соедините бортик с основной частью. Дойдя до края угла, приложите коврик к пеленальному столику и посмотрите, сколько нужно будет отрезать. Отрежьте лишний сшейте. Край теперь нужно проделать ту же операцию с передним бортиком. Оденьте конструкцию на стол, чтобы было удобнее сшивать углы. Бортиков вот и готов пеленальный коврик. Теперь вы сможете использовать его по назначению, проводить различные манипуляции с малышом. А если вы не поленились и пошили коврик правильно, то сможете положить на него не только малыша, но и все необходимое для процедур. Как сделать пеленальный коврик не промокашку? Пеленальный коврик не промокашка шьется, по тому же принципу измеряется пеленальный столик. В качестве наполнителя используется поролон. Толщина поролона 4 см, ведь он отлично удерживает форму клеенка на выбор. Можно приобрести в любой аптеке и плотная ткань веселой расцветки. Подойдет и пеленка из фланелей. Отрежьте кусок поролона в соответствии с размером пеленального столика. Фланели клеенка вырезаются немного большего размера, плюс припуски на швы по 2 см. Обшейте все три стороны. У вас получится наволочка. Заполните ее поролоновым наполнителем, заверните края внутрь и пришейте оставшуюся четвертую сторону. Такой коврик пригодится вам во многих ситуациях, когда вы будете в гостях или в поликлинике, в кафе. А когда малыш подрастет, то на любимый коврик будет перемещаться по всей комнате, чтобы было удобнее сидеть или лежать. Сумка пеленальный коврик своими руками. Пошить пеленальный коврик, который можно сложить в яркую красивую сумочку, несложно. В карманах поместятся запасные подгузники, салфетки, предметы одежды малыша. Сумочку можно пошить в популярной сейчас технике пэчворк. Или использовать для ее изготовления однотонную хлопчатобумажную ткань-наполнитель, ватин или синтепон, размер 50 на 80 сантиметров. Размеры основной ткани 54 на 84 сантиметра. Все детали сшиваются по краям. Сумочка выворачивается и простегивается. В дополнение к сумочке можно пошить и подушку под голову, крохи, карманы это загнутые. Края полосы, ширина которой составляет 10 сантиметров. Полоса делится на 4 части схемы с размерами пеленальных ковриков. Размеры деталей для пеленального коврика можно посмотреть на рисунке.